Заключение. Мы понимаем всех, кто попал в ловушку своей лжи. В любом варианте ложь это приглашение назад, в свою же игру приглашение переиграть и прийти сюда в интересе и искренности. Иначе дальше не пройти, иначе психические способности и возможности создателя останутся только на бумаге. Мы об этом многократно говорили, подсвечивали, обращали внимание. Но человеку кажется, этот мир мне должен. И я? Я прочту книги от Библии, Корана, Гарри Поттера до инфодайинга, помолюсь, попрошу, задобрю, предъявлю претензии, если что. Или дверь в науку лбом расшибу, и власть определяет мою игру, кто сильнее, тот дает. У тебя был шанс, возможность, ты ее не воспользовался, как и миллионом других, так и катишь свой навозный шарик страданий. Кати дальше. Бог тебе поможет, подаст, религиозный или научный, да и медицина спасет твое здоровье. А если не спасет, то, возможно, ответит за твое кладбище. Хотя вряд ли. И Бог тебе в помощь в развитии. Кто я? Я узнаю авторитеты, я достану всех в поиске ответа на этот вопрос, но так и не увижу себя в себе. Все варианты от сект, курсов, а также от складчины, да это мое собственное, я тоже смогу стать авторитетом кому-то. Как в анекдоте про ежика, я не пукну. Пук – это не я. Ложь, искажение, иллюзии, сон. Попытки проснуться и провал в иллюзии. И власть не нужна, и Бога не вернул, и создателем не стал. Так, фантазер-затейник. У тебя был шанс стать чистым и взять ответственность за себя. На себя. Тебе даже это было выгодно, но тебе нужны лишения. Просто тупо, чтобы развернуться к себе. Про развитие говорить рано, пока не станешь авторитетом для себя, пока не возьмешь ответственность за свою жизнь, пока не увидишь в этом либо выгоду, либо интерес, пока не осознаешь ложь, пока не поймешь, что самая малая ложь, как иголка в сердце, не даст тебе сделать следующий шаг. Никогда. А поезд уже ушел, пока ты иголку искал. Кощей бессмертный ты наш. И жить тебе в этом круге вечно. Выгода тебе в осознании. Уж первичный или вторичный, определись сам, дружочек наш. Хочу и все. Покажите, подсветите, протяните руку, дайте совет. Я смогу пройти, я научусь. Я, я, я. Мне интересно. Я осознаю, я осознаю, что этот путь не в одну жизнь. Давай руку, но с одним условием. Все, что будешь видеть, слышать, воспринимать снаружи, должно переводиться в чувствование внутри. И твое внимание всегда будет внутри тебя. Сможешь? Тогда начни с возвращения книги управления восприятием. И дальше по курсам, программам, книгам определись сам. Что сможешь внутри себя пропустить, то бери, чувствуй и двигайся сам. А мы ответим на те вопросы, которые возникнут. Если ты сможешь проявиться для нас в нашей реальности. Наши телефоны. Любой мессенджер. Письменно. И поторопись. Скоро чистое знание будет переврано, искажено, появится муть. Исчезнут видео, книги станут другими. И дорогу осилить станет практически невозможно. Останется. Она останется для тех, кто здесь уже был. Счастливого пути. Это окончание книги «Инфодайвинг. Иллюзионисты». Она закончена. Два тома, 700 страниц. Все, как создаются иллюзии в психике. Три матрешки за пределами психики.